Всем привет! С вами инженер-электрик и Тимов Игорь. Сегодня будем рассматривать реле напряжения Airbus D2 компании DS Electronics. Это профессиональная защита от перенапряжения и пониженного напряжения. Досмотрев этот ролик до конца, вы поймете, почему эту защиту можно назвать профессиональной. Как я и говорил в прошлом ролике, Airbus это обратное написание слова зубр. Под брендом Airbus это реле продается над территорией России, а в Украине оно по-прежнему продается под брендом зубр. А так они идентичны. Данное реле это новейшая разработка компании DS Electronics. В данной модели использован красный светодиодный индикатор. Есть еще модели с белым индикатором. Яркость свечения этого индикатора можно поменять в настройках. В описании я оставил ссылку, где я заказывал данное реле напряжения. Заодно я разместил ссылку на реле напряжения с белым индикатором. Может он вам больше понравится. Как всегда, прошу поддержать видео лайком и репостом. Если вам подобные ролики интересны, то подпишитесь на канал и жмите колокольчик. У меня для вас в разработке еще много интересных роликов. В комплект данному реле уходит довольно плотная коробка, технический паспорт с инструкцией и гарантийный талон на 5 лет с отметкой, что данное реле прошло приемку. Реле соответствует сертификации ЕСРУ, что показывает, что данное реле рекомендовано для установки над территорией России, Белоруссии и Казахстана и некоторых других стран бывшего СНГ. Реле контроля напряжения предназначено для защиты бытовой техники от опасных перепадов напряжений. Такой техникой являются холодильники, кондиционеры, телевизоры, котлы отопления, аудиотехника, компьютеры и другая техника. Изначально бытовая техника рассчитана на напряжение в сети 230 вольт с отклонениями не более 10%. Но реальность такова, что в сети могут приходить напряжения от 0 до 400 вольт из-за аварий в сети, которые могут произойти за пределами квартиры или вашего дома. О причинах таких аварий, я думаю, можно создать отдельный урок. Если вам эта тема интересна, напишите в комментариях. Реле имеет три модификации по номинальному току. Это 40 ампер, 50 ампер и 63 ампера. Этот ток указан запасом. Реле может некоторое время пропускать больший ток в течение 10 минут. На таблице вы видите, какой ток может пропускать данное реле за это время. Так чем же данное реле лучше, чем китайское реле, которое стоит дешевле. Примером может служить китайское реле, которое я рассматривал в прошлых роликах. Ссылки на эти ролики дам в описании. Во-первых, данное реле работает при напряжениях от 100 до 420 вольт. В то время, как работу большинства китайских реле при напряжениях больше 300 вольт никто не гарантирует. Во-вторых, на данное реле есть гарантия 5 лет. На китайских реле, как правило, гарантия не дается. В-третьих, срабатывание защиты происходит за 0,04 секунды. Таким быстродействием китайские реле вряд ли похвастаются. А это больший шанс выжать вашей бытовой техники при резких скачках напряжения. В-четвертых, данное реле имеет защиту от перегрева. При нагреве внутри устройства более чем на 80 градусов оно само отключается и отключает нагрузку. В-пятых, данное реле хранит историю последних 100 срабатываний реле с указанием напряжения, при котором оно сработало. Другие характеристики этого реле напряжения вы видите на слайде, а также я их продублирую в описании. Подключение реле напряжения не вызывает затруднений. Вход реле находится сверху. В клейме N подключается нулевой провод. В клейме L подключается фазный провод. Выход реле напряжения расположен снизу. Нулевой провод выходит с клеймой N, фазный провод выходит с клеймой L. Эти выводы нельзя путать, так как в реле размыкается только фаза, а вход и выход нулевого провода закорочен. Это позволяет подключить реле напряжение по трехпроводной схеме. Ее вы видите на слайде. При установке следует учесть, что риск попадания воды на реле должен быть минимальный. Температура воздуха должна быть в пределах от минус пяти до сорока пяти градусов. Данное реле контроля напряжения устанавливается в щиток на один рейку 35 мм и занимает два посадочных места. Прежние варианты этого реле занимали два с половиной посадочных места. Малые габариты позволяют сэкономить место в щитке. Клеймые реле рассчитаны на подключение проводов сечением до 16 мм квадратных. Перед реле напряжение должен стоять в фазном проводе автомат для защиты от повышенного тока и короткого замыкания. При необходимости между автоматом и реле устанавливается устройство защитного отключения. Когда подключаем реле напряжение, оно сразу показывает напряжение в сети. Если это напряжение находится в пределах допустимого, оно подключает нагрузку, через время определяемое настройка времени задержки включения. После включения нагрузки загорается зеленый светодиод. Вот у нас нагрузка включена. Кнопкой плюс можно посмотреть верхний предел срабатывания. Кнопкой минус можно посмотреть нижний предел срабатывания. Кнопками минус плюс можно подстроить значения этих уровней. В течение 5 секунд после окончания настройки реле возвращается к отображению напряжения в сети. Мы также можем закончить настройку, нажимая кнопку меню. В моей квартире номинальное напряжение в сети 230 вольт. Допустимое отклонение напряжения в сети 10%. То есть, напряжение может изменяться в пределах от 207 до 253 вольт. Ставим защиту с небольшим запасом от 205 до 255 вольт. Если у вас инструкции к защищаемому оборудованию стоят другие уровни напряжения, то придерживайтесь их. Я уже установил данные пределы и давайте проверим этот релест при помощи реле. Включаем нагрузку. Повышаем напряжение в сети. Обращаем внимание, что данное реле выключилось. И оно отображает напряжение в сети. Сейчас напряжение 262 вольта. Возвращаем напряжение. У нас на реле стоит сейчас задержка 30 секунд. И данный реле отрабатывает эту задержку и в течение 30 секунд будет подключена нагрузка. Вот у нас подключилась нагрузка. Опускаем напряжение. Мы видим по индикатору на реле, что у нас 176 вольт. И реле отключило напряжение. Давайте немного поднимем. На уровне 205 вольт у нас реле включается. Давайте добавим, чтобы было уверенное срабатывание. И после прошествия 30 секунд у нас подключается нагрузка. Давайте нагрузку выключим. Будем разбираться с самим реле. При однократном нажатии кнопки меню мы можем подрегулировать время задержки. У нас 30 секунд. Можем как вниз, так и вверх. Длительное удержание включает ускоренный режим настройки. Как вы видите, регулируется шагом 3 секунды. Для обычного оборудования достаточно 30 секунд. Но такой задержки недостаточно, когда речь идет о компрессорной технике, такой как холодильник или кондиционер. Там нужно ставить задержку от 300 до 600 секунд. Это связано с тем, что данные устройства содержат компрессоры, которые нагнетают давление. Они могут запуститься тогда, когда давление в системе упало. А на это нужно время 5 минут. Если включить компрессор сразу после выключения, то давление будет препятствовать работе компрессора. И он может сгореть от пусковых токов. Или сработает тепловая защита. Чтобы этого предотвратить, ставьте задержку более 5 минут. В прошлых роликах я рекомендовал ставить реле напряжения на всю квартиру. Если поставить на общем реле задержку 5 минут, то при его срабатывании приходится сидеть долгое время в темноте. Поэтому я рекомендую ставить такое реле на вход в квартиру с задержкой 30 секунд. А на холодильник или кондиционер ставить дополнительно местное реле, которое устанавливает розетку. Такое реле я рассматривал в прошлом ролике. Ссылку я оставлю в описании. Также можно на холодильник сделать отдельную линию и в сам щиток на эту линию поставить отдельное реле напряжения. И на этом реле напряжения установить задержку более 5 минут. Двукратное нажатие на кнопку меню переводит в режим корректировки показаний вольтметра. Мы можем как прибавить, так и отнять от его показаний. Корректировать мы можем с точностью до 1 вольта. Трехкратное нажатие на кнопки меню позволяет поставить профессиональную модель защиты электрооборудования. Это более мягкая модель срабатывания защиты. Я предпочел ее не включать и оставил ее выключенной, как заложено в заводских настройках. На слайде вы видите, что при разных напряжениях у нее разное время срабатывания защиты. При четырехкратном нажатии кнопки реле мы можем подстроить время срабатывания при небольшой просадке напряжения до 120 вольт. Это делается для компенсации просадок напряжения вследствие пусковых токов. При пятикратном нажатии на кнопку меню мы можем менять тип включения задержки. По умолчанию она отсчитывается от времени восстановления питающего напряжения. Можно настроить, чтобы отсчет был от времени срабатывания защиты, но я рекомендую оставить заводские настройки. При шестикратном нажатии кнопки меню мы можем настроить яркость индикатора на реле напряжения. Но он не так ярко светит и поэтому я предпочитаю его оставить на максимальной яркости. При одновременном нажатии более шести секунд кнопки минус и кнопки меню то происходит сброс с заводским настройкам. Но я это делать не буду, оставлю так как есть. Для просмотра журнала срабатывания нажимаем кнопку I. Этой же кнопкой можем перелистывать этот журнал. У нас всего тут два значения, которые сработали прямо в этом ролике. Также кнопками минус и плюс можно перелистывать этот журнал. R0 это последнее включение, а N1 это предпоследнее включение. Данный реле запоминает последние 100 срабатываний. Если мы кнопку I нажмем более трех секунд, то мы сотрем журнал срабатываний. Сейчас мы вызываем журнал и обнаруживаем, что журнал срабатываний стер. На этом обзор данного реле завершен. Надеюсь вы по достоинству оценили данное реле и его возможности. Ссылку на это реле и его аналог с белым индикатором я оставил в описании. Если есть вопросы по данному реле, оставляйте в комментариях. Поддержите видео лайком и репостом. Подпишитесь на канал и до встречи в новых и старых роликах.